снова здравствуйте хочу показать вам как мы оборудовали сейчас в домике окошечки вот то есть чтобы зайкам было комфортно хорошо и воздух очень много свежего сейчас поступает им то есть сетка карта вот такая очень прочная и вот взяла я ее метр на 2 вместе конечно на есть я пробил в интернете есть она 2 на 2 то ее прямо очень запросто можно делать на вольеры и на вольеры да ну вот и на даже на забор то есть она вот по сравнению с ну сетка рабица как бы она противопоказано до собакам она очень травмоопасно на вот сетка сварная но она намного тоньше вот а вот сетка карта мне достаточно очень понравился ребят прям такой хороший хороший хорошая такая вещь вот так вот мы гуляем да с нашими зайчиками да это как мы гуляем основная вся масса у нас полетела бегать до снежечка снежечка да люля моля леволям 0 не моли это наш любимый сын да мы самая самая любимая шабака дали почему любимую потому что сам не умеет гавкать он такой большой большой мама теле он большой большой теле он от вот и вот они вот они кто-то откуда кто куда да ну Какая-то часть вернулась Сейчас у меня погуляет вот этот домик С малышами мы уже погуляли И еще у меня Основной дом гуляет Здесь у нас 28 Нас тут 26 или 28 Остальные Где мой Витя? Витя Это те именно детки Которых посадили С щенками в бочку Они со мной уже четвертый год И подожгли вместе с мамой сухой Маму суху мы спасли Из 11 щенков спасли 7 Марусь, налей там водички, дочь? Кто-то Пойдемте, кто-то прибежал Вот сюда Мы сейчас гуляем Основным домом Со щенками мы погуляли И потом у нас еще пристройка Основная Это Где у нас Еще 9 взрослых собак То есть Щенков у нас как-то сейчас Подразобрали более-менее И у нас как-то их меньше На условия у нас природные Конечно шикарные Но Еще раз Обращаюсь ко всем Моим подписчикам К будущим К настоящим Какая у нас проблема? У нас проблема То есть у нас нет ограждения Нашего участка Участок у нас достаточно Очень большой Мне очень бы хотелось Скопить за лето Финансы Вот И построить им забор Забор для чего? Для новичков Для новеньких щенков Да Потому что Но щенки Могут находиться в опасности Взрослые собаки Они уже понимают Как бы что Какая территория Да Они уже здесь 4-й год Маленькие щенки Могут заблудиться Убежать куда-нибудь И с ними может что-то случиться Это бюджет у нас Вот И конечно же Мне хочется еще На всей нашей территории Уважаемые друзья То есть она у нас Достаточно большая У нас очень много зелени Вот И очень бы Допустим Мне бы Хотелось На всей этой территории Да У нас есть Возможность поставить Что для счастья надо Да Что для счастья надо Чтоб вам пуз почесала Мама пуза Чтоб почесала Мой хороший Я хочу Рассказать Ой О недавно случившихся У нас Ситуациях В городе Мне Позвонила Подружка Маша Скинула фотки Ватсапе Что на трассе Они нашли Очень худую Брошенную собачку В ошейнике Шоколадного окраса Этим же вечером В одной из групп Мы увидели Фотографию Этой собаки Со щенками Мы понимали Что собака щеная Что у нее есть щенки И каким образом Она попала На трассу Мы не знали Мы связались С хозяевами По данному номеру Телефона Начали Вести диалог Вот И на что нам сказали Что якобы Собака У них каким-то образом В общем С поселка Восточный Достаточно Очень далеко Убежала Из машины Хотя Наход Собака Абсолютно Хорошая Ухоженная Нашли мы ее Уже В жутко Истощенном состоянии То есть там были Лебра и кости Вот И В общем Поговорив с ними Я сказала Что я готова Забрать Этих щенков И их собаку Буквально Через минуту Я почему-то Вспомнила ситуацию Что у меня Именно шоколадную Собачку Три года назад Один щенок Был у меня Шоколадный Девочка Брали Я позвонила Представилась Спросила по телефону Сказала Вы брали Щенка Три года назад У Натальи На станции Верклиники На что мне сказали Что да И я им сказала Что это я И В общем Для меня это была Очень непонятная Ситуация Непростая Вот Я пообещала им Что свою собаку Я заберу назад Вместе со щенками На устройство Ну так уж Случилось Что люди даже Не поинтересовались Где находится Ихняя собака То есть Собака Мы поняли Что была Просто выкинута Щенков они оставили А собаку выкинули Хотя я помню Очень прекрасный Тот день Когда мы обсуждали С ними все моменты По поводу Того Что как только Собака подрастет Мы готовы Ее простерилизовать И в общем То есть Мы всегда отдаем сок С условием Бесплатной стерилизации Дальнейшей Многие люди Ко мне обращаются Потому что Я действительно Им помогаю Мы стерилизуем Собак Потому что Ну не все Финансовые Могут с этим Справиться И мы поехав За собакой В общем Не успели Мы буквально На час Зурчик Прости нас Пушистых тебя Блочков Собачку Сбила машина Таким людям Я больше Не могу Давать Животных Таким людям Я заношу Черный список И этим же вечером Мы поехали Нам позвонили Что в одной из деревень На обочину Выкинули Маму Маму Со щенками Иди ко мне Зайчик Маму Иди ко мне Иди Вот такая Маленькая Иди Вот такая Маленькая Мамочка У нас Вот такая Сладкая Сладучи Иди сюда И вот такие У нас щеночки Мячики Мама очень Маленькая Компактная Да Была нам Идра Люди Но когда Вам не нужны Щенки Я все понимаю Но как Вы можете Отказываться От своих Животников Господи Но она же Совсем Крокотушечная Она совсем Маленькая Ведь она Служила Вам и Правда И верой Ну хоть Позвоните Мы приедем Заберем щенков Простерилизуем Вам Служу Поможем Вот Ну как Можно Выкинуть И оставить В опасности Вот такую Маленькую Мамочку С такими Маленькими Детишками И почему У вас у всех Привычка Оставлять щенков На обочине Вы их Оставляете Наверное Смерть Господь Вам конечно Судья Вот Ну а мы Вот такие Все Красивые Все Ищем дом Мы уже Прогрестогонены Мы уже Получили Первую Сиборг От страшной Болезни От интервита Вот так Вот мы Кушаем Вот Тоже На окошечке Поставила Им Сеточку Чтобы у нас Все тут Хорошо Было Сделюем Газетки Чтобы было Попрохладней Ну вот В общем Такие Уважаемые Друзья И подписчики Моего Канала Я обращаюсь К вам Большой Просьбой И в месяц Очень оказался Для нас Сложный Финансово Поступлений Практически Нету У меня Уже Долг Взята Куриная Продукция Два Раза Я брала По 100 Килограмм Это На 10 С лишним Тысяч И то есть Ну как-то Финансово Я понимаю Что сейчас Сняли Пандемию То есть Прошли Все запреты Люди Отдыхают Строятся Что-то делают Нам бы очень Хотелось Чтобы вы не забывали О нас Чтобы вы нам Помогали Потому что Нам действительно Юг очень сложный Сложно финансово Справляться Я уже С одной Закупки взяла Деньги Которые Меня посылали На строительство Забора Вот Ну потому что Для меня В первую очередь Это Собаки И Собаки должны Должны кушать И не страдать Они не могут Не есть Не питаться Потому что Ну Вот такие вот Маленькие дети И все мои собачки Они очень Нуждаются в вас И в вашей поддержке В вашей помощи Мы очень Надеемся На вас Потому что У нас Действительно У нас очень Сложная В этом месяце Финансово Нам Из вашей помощи Ну как бы Не вытянуть Все это Вот Деньги Я уже Вчера Заняла 3000 На следующие 100 килограммы То есть Следующие Шуздаковки Надо сделать Абсолютно Немножко И они не виноваты В том что Они оказались Выкинуты Вами Нелюдями И Пополитом Их Я очень Мы очень Надеемся На вас И вашу помощь Спасибо вам большое Всем Спасибо Спасибо за субтитры